Сейчас сяду поудобнее. Растекусь. Хорошо. Я надеюсь, ты пересмотрел за эти сутки фильм. Русалочка, конечно. На каждый из Яновских на театре хожу. Один заканчивается, а тут же до второй. Кстати, мы придумали новое прозвище Коту. Знаешь, какое? Кусалочка. Кусалочка? Неплохо. Да. Еще. Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели. Что это такое? Это сотый выпуск душевного подкаста. Мы такое для вас приготовили. Мы такой сюрприз замутили. Вы не представляете. Это просто полный ахер. Логотип. Да. Мы подготовили. Даже не мы подготовили. Мы никакого отношения к этому логотипу. Руками прекрасного Евгения Ревенко обновленный логотип душевного подкаста. Я бы даже сказал, не только руками, а и ногами, и головой, и инициативой. Мы приложили максимум усилий, на которые были готовы, для того, чтобы... На которые способны. На которые способны, чтобы как-то праздник создать, и поэтому мы не сделали ничего. Добрый человек нам просто обновил афишку. Спасибо ему за это большое. Спасибо. Просто великий человек. Лучший. Я даже не знаю, что мне больше нравится. Афишка или презентацию, которую он подготовил для этой афишки? Прямо прирожденный дизайнер. Препрезентация, конечно. Да. Это... Ну, человек-дизайнер. Не понятно, что он забыл в нашем подкасте. У нас слушают многие талантливые, уважаемые люди, профессионалы своих дел. Да. Нас, блядь. Блин. Так. Так. Подкаст у нас сегодня... Семейный. Для всей семьи. Привет, детишки. Детишки, маме, привет. Сегодня у нас максимально детские темы. У нас мультик про Спайдермена. У нас фильм про Русалочку. У нас экранизация Марио. И самое детское, что только есть в этой вселенной, это игра Легенда... Легенда Ози... Что? Стоп. Легенда Озельде. Слезы королевства. Да. Спасибо всем, кто все эти годы поддерживает нас, слушает. И тем более поддерживает нас на Бусти, Патреоне, ВКонтакте и Эмпл подкастах. Вы лучшие. Если бы не вы, то тогда бы не мы, а тогда бы кто, незнамо кто, и тогда бы кто-то иное, не вы. Спасибо большое. Вы лучшие. И в честь того, что сегодня у нас максимально детский выпуск, мы впервые за всю историю, впервые за 100 эпизодов проведем его без мата. Как оказалось, уже, как вы уже слышали, задача эта невыполнима, но мы будем стараться. Все, с этой секунды никакого нахуй мата. Да ты запарил меня? Ты что ты, Константин Викторович? Все, 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 не провоцируй меня. Ты слышишь, ребенок плачет уже, я слышал, как ребенок плачет. Да закрой же подвал. Надо было шумоизоляцию везде. Короче, Марио, восхитительный. Я даже не знаю, что более восхитительное, Человек-паук или Марио. Я не знаю, я это говно с третьей попытки только смог досмотреть. Ладно, не говно, это вот я поиграл в Зельду и я посмотрел Марио и я вижу одну характерную, хорошую черту у вот этих вот Нинтендо продуктов. Это качество. Марио качественный детский мультик. А как у тебя в твоей голове умещаются одновременно слова качество и говно? Это качественное говно. Не, конечно, не говно, просто, ну, помнишь Чудо-женщину, издалека захожу, вторую Чудо-женщину, когда она полетела. Я бы хотел ее забыть, но я не могу. Хотел бы я забыть этот шедевр, чтобы посмотреть его снова. Когда она там на ниточке полетела по облакам, заиграла, а даже инди-минор Джона Мерфи. Я тогда все сокрушался. надо иметь право включать свой фильм. Точно так же в Шреке была Holding Out for a Hero, и нужно быть Шреком, чтобы иметь право использовать эту песню. Нет, не нужно. Можно быть Марио. Нужно. Нужно. Это просто, это как чудо-женщина. Это оскорбление. Я в Твиттере готов написать об этом. Не, я не согласен. Вообще, подбор музла в Марио потрясающий. Я уже полюбил этот мультик, когда в самом начале эти пингвины вышли из своего замка и ринулись в атаку со снежками под музлой из трейлера «Убить Билла». Это восхитительно было. Ты че? Такой угар. Не, ладно, нормально. Марио абсолютно точно лучше Зельды. Я вот восхитился графикой в Марио. Очень крутая графика, очень дыра. Картинка такая яркая, сочная, прям сразу хочется пойти и купить все игрушки по Марио. Ну, если ты либо стареющий имбецил, как и вся великовозрастная аудитория Нинтендо, либо ребенок. Не, я без негатива просто, ну, типа, просто просто так сформулировал. Причем вся эта красота стоила в три раза дешевле, чем Спайдермен второй. Into the Spider-Verse. А, Фрузов, Across the Spider-Verse, господи. Вот они взяли вот этот прикол с трилогией с Томом Холландом с Раной. Только там был везде Корень Хоум, а здесь у них везде Spider-Verse будет. А че, как там третья часть будет называться? No way to Spider-Verse? Возможно, я не знаю. Классно сыграл Крис Прат. Ну, то есть у Криса Прата в принципе нету проблем с актерством до тех пор, пока ему не нужно строить серьезно, корчить серьезное лицо, потому что вот серьезное лицо ему не дается, а все остальное он может. Слушай, ну в третьих стражах он покорчил вообще хорошо на сценах с Ракетой. Потому что там режиссер, который умеет с Крисом Пратом работать. Последние роли у него нормально получаются, это вот Марио вообще прекрасный у него. В Старлорд в третьих стражах и в Терминал Листе ему очень плохо опять же давались серьезные лица. Это была лучшая часть фильма, когда он пыжил там из себя какую-то эмоцию. А каков Джек Блэк? Джек Блэк просто украшен. Его песня вот эта пичис, 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 пичис. Просто шедевр. Найдите обязательно на Ютубе, если не посмотрите. Можно не смотреть Марио, но с этой песней вы обязаны ознакомиться. Супер Братья Марио в кино или как там, подожди, Братья Супер Марио в кино. Не тот порядок слов. Братья Супер Марио в кино. Ты что сейчас сказал опять? Блин! Ты запарил меня? Я не знаю, Держите себя в руках. Ты что меня провоцируешь? Короче, Братья Супер Марио в кино это офигительный, полуторачасовой, ироничный, самоироничный, безумно самоироничный капустник из всего, что существует по Марио. Там есть прям целые эпизоды и акты про Супер Марио Брос. Там есть эпизоды, акты про Супер Смеш Брос, про Марио Картс, про... Господи, что-то еще. А, про Донки Конга, соответственно. И все это с таким здоровым стебом над самими собой сделано, что это просто очень угарно. Самый же первый кек, который был, когда Марио появился в этом мире, когда он идет на аудиенцию королеве, а ему два охранника говорят такие принцессы в другом замке и смехом даются. Этот Донки Конг, Господи, какой же он угарный. Причем я, ну типа, не знал, кто его озвучивает до тех пор, пока Донки Конг не начал смеяться, потому что вот это вот Сета Рогена я узнаю всегда. Да, то есть этот его дебильный абсолютно смех, эти все Джек Блэкки, Тейлор Джо и Крис и Пратт и Сеты Роген и Ки, которые Ки и Инпил вот эти вот скетчи-то делают, настолько все балдежные, прям вот в тему, в настроение этому фильму подобраны и отыграли. И опять же, с веселым взаимодействием в очень интересных антуражах, в очень интересных декорациях все это происходит. Вот опять же, это чисто вот экранизация геймплея, игр, которые я перечислил, то Марио бегает просто жрет грибы и бьет кулачком об кирпичи висящей в воздухе, то у тебя натуральный Марио Карт, в котором обыграны все самые известные мемы про Марио Карт, то у тебя вот этот Донки Конг, который бочками кидается. Все это вот прям настолько именно Марио и именно нинтендовские игры, что вот это прям, ну, это вот прям экранизация, это экранизация игр, в которых нет сюжета. Это прям полуторачасовая реклама. Да, как League of Legends. Как это, знаешь, опять же, куча смешных мемасов было про то, как дети посмотрели Arkane и пошли покупать League of Legends и потом показано, как они впетлились. Ну, типа, смешные мемы сказал Денис. Ну, вот эти дети висящие в петле. Добро пожаловать, это первый семейный выпуск душевного подкаста. Очень семейненько. Зельда? Королева воинов, мне хочется добавить. Чего? Королева воинов. Премьера в душевном подкасте первая Зельда. Денис играл на... ты как-то это, как ты это мерзенько сказал, это какой-то сарказм? У нас где-то была уже Зельда или что-то? Не, не было никогда. Нет, ладно, окей. Я просто не уловил вот этой гнилой иронии в твоем голосе, я чувствую, что она-то где-то должна быть. Не, никакой иронии, впервые, реально впервые Денис играл, играл на старой версии Nintendo Switch, я играл на новой, пока, которой нет в продаже, ни у кого нет, эта версия поддерживает разрешение 2К, сглаживание, 60 FPS. И самое главное, скидку 100% по карте мир. Да, это моя особая консоль была, которую мне лично Шухея Йошида, не, Кодзима Миямото подарил, для того, чтобы мы впервые обозрели Зельду в душевном подкасте. Что я могу сказать? На моем лире себе свечата, что бы ты думала, кстати, ты, естественно, в российском магазине ничего купить не можешь, потому что что-то случилось. А если ты меняешь регион, то он принудительно в магазине меняет язык. Поэтому мне пришлось правильно переключаться до United Kingdom и платить за эту игру не 70 долларов, не 70 даже евро, а 70 гриванных фунтов стерлингов. И, конечно... То есть, как бы, Денис за нас двоих потратил деньги на эту игру. Ровно в два раза больше, чем она до того заслуживала. Итак, Зельда. Титулованная игра, лучшая игра тысячелетия, журналы Фомицу и еще бесконечное множество поставили 99,5 баллов из 100 новым приключениям Зельды. В которых нету Зельды? Да, да. Я... Да, ладно. Это даже была не шутка, я что-то позабыл с того. И... Это, конечно, полная хуйня. Да ты... Да что ты... Что? Полная... Вырезаем. И это, конечно, полная срань. Наивный такой. Вырезаем. Хер тебе. Вражина. Теперь весь Китай будет знать, что ты здесь. Вырезаем. И что ты разбежался. Короче, я, поиграв в Зельду и посмотрев мультик про Марио, вывел математически, ну, я математик, поэтому вывел математически формулу использования Nintendo Switch. Я вижу несколько простых, как это, как написал бы мой любимый редактор кинопоиска, user cases для Nintendo Switch. Первое это путешествие обычно на работу. Вот ты едешь куда-то, тебе надо чем-то занять это пустое время. Ты либо листаешь мемы в телефоне, либо выбираешь вариант похуже и играешь в Зельду на Nintendo Switch. Вот она, гниль полезла. Либо ты сидишь в туалете. Опять же, либо нормально проводишь время, листая мемы, либо, ну, играешь в Зельду или Марио. Либо видишь на экранчике Switch'а то, что сейчас выходит из тебя. Абсолютно верно. И я бы никогда не стал критиковать и не стану Зельду за простенькую графику, потому что эта графика полностью соответствует своему предназначению. У тебя есть два отрезка времени. Путь от дома на работу или на учебу, ну, в детский садик скорее, и обратный путь из детского садика до дома. Или в лечебницу длинных силов. И Switch, я не знаю, сколько он работает, но, скорее всего, ровно столько, чтобы тебе хватило вот этой Зельды на весь путь туда и обратно. Это юзеркейс главный, Nintendo Switch, и поэтому Зельда выглядит так, как выглядит. Так как я не вписываюсь в эти юзеркейсы, до работы я хожу просто 15 минут пешочком, и тут такое движение машин, что лучше ни на что не отвлекаться. Лучше даже музыку в наушниках не слушать. Ты идешь, у тебя уже с телефоном в руке, на котором уже на всякий случай набран номер скорой помощи. А как бы, так как я джентльмен, естественно, когда я сижу в тубзике, я предпочитаю листать мемы. Так что идейно Зельда несколько мимо меня, поэтому я наиграл всего 10 плюс часов, и за эти 10 плюс часов... Да, давай, я потом продолжу, давай. Я просто представился, как Константин Викторович готовится отправляться в туалет, раскладывает столик, гладит свой пиджак, через марлю, как положено, завязывает себе галстук и отправляется на галилу. Меняют чехол на телефоне на парадный. Поэтому я наиграл где-то часов 10 плюс, и я абсолютно согласен с тем, что Зельда это качественно сделанная видеоигра, в которой работают все механики, которые я видел, по крайней мере, и которая позволяет тебе выполнять задачи разными способами. Теми способами, которые, опять же, позволяют тебе думать, что вот ты молодец и решил эту задачу нестандартно. Это неплохо, лайк, все. Ну, типа, это как бы зуберы изобрели Майнкрафт, и вот так появилась Зельда. я тоже, я считаю, что это хорошая игра, потрясающая игра, отличная игра, но мне неинтересно. Но говно. Мы просто нецелевая аудитория, потому что, опять же, мы старперы, у которых уже давно отмерла та часть мозга, которая отвечает за творчество, какое бы то ни было, а Зельда это игра для таких, ну, для того, чтобы реализовать свой творческий потенциал. Смотри, я абсолютно убежден, просто капитально убежден, что, как в Ив Онлайн, в Зельде самое классное это гифки, которые постят на Реддите. Ну, потому что их постят как раз люди, которым хватает творческого запала для того, чтобы что-то выдумывать. Вот эти полпроцента великовозрастных сорокалетних дедов, которым некуда деть свое свободное время, вот они строят вот эти огромные члены, работающие в Зельде, в отличие от их собственных. Это в точности как Еву Ив Онлайн. Ты читаешь какую-нибудь новость про Ив Онлайн, как там какой-то клан что-то предал другой клан. Дети, которые дослушают этот семейный подкаст, если вы не поняли шутку про неработающий член, спросите у своей мамы. Так и поступите. А потом приклейте вентилятор к камню в Зельде. Есть же задокументированное задокументированное двухчасовое документальное кино, которое наглядно показывает, почему Костян не может заниматься творческим строительством в этой игре. Мы же вели стрим для патронов по этой игре. Костян 10 минут не мог приклеить вентилятор к вагонетке. Это правда. Я впервые тогда запустил Зельду. Я вообще не впер, как это дерьмо работает. Ну ладно. Потом своими атрофированными клеточками мозга оставшимися я все-таки сообразил, что делать. Но, конечно же, впоследствии я не собирал никаких вот этих гигавальтронов. Я просто делал тот необходимый минимум, который нужен для того, чтобы пройти миссию. Потому что нет времени этим заниматься. Потому что там надо нагриндить ресурсы, чтобы что-то себе прикольное сделать. Нет никакого желания этим заниматься, как у почти всех людей. И мой здесь поинт как бы такой. Как и Марио, вот этот мультик, Зельда это качественный продукт, который работает. Это, кстати, в целом это достижение для 2023 года. Игра, которая работает. Вау. Вау, Nintendo, мое почтение. Но поиграв вот эти 10 плюс часов, во-первых, Зельда для меня особо не раскрылась, кроме этих прикольных механик, которых как бы можно реализовывать свой творческий запал, но в остальном это реально какая-то просто синглплеерная Lineage 2. Ну и правда, ну и Ахеза. Типа... Да, там даже кооператива нет, но, наверное, Switch просто не потянет кооператив, скорее всего. И я, честно, вот этот культ я так и не понял. Я не смог осознать, но вот кроме того, что да, качественно, да, хорошо сделано, все. Не, ну просто многим интересно в это играть. Ну что, что значит культ? Кому интересно в это играть, где и создают этот культ, он же не по каким-то инопричинам возникает. Ты говоришь, кому интересно в это играть, а я как бы вопрошаю, кому интересно в это играть? Слушай, например, я думаю, я убежден, что люди, которые любят The Last of Us и люди, которые любят игры Nintendo, это две полярности. Людей, которым разные вещи от игр нужны. Не, само собой, мы же уже определили, как бы есть нормальные люди, а есть дети и с... Ну, да, мы как бы уже проходили. Просто там есть, например, игры с кайфовой боевкой, которая кидает тебе челлендж на максимальном уровне God of War, а есть вот Zelda, которая вообще про другое. Мне просто почему не интересно играть в Zelda, потому что ты идешь по этому открытому миру, по этим локациям. Кстати, еще один респект, приплюсуем к тому, что это рабочая игра, которая работает еще в 23-м году, это игра, которая нормально функционирует без ведьмачьего чутья, как и всякие Elden Ring, например. Ты обследуешь все, что тебя окружает, без постоянного задрачия у него вот этой кнопочки, которая бы тебе подсвечивала весь интерактив, который ты можешь найти вокруг себя. Здесь ты просто ходишь, ты встречаешь там, ну, типа, трех врагов, каждому три раза ударил дубинкой по голове, ну, и все, и ходишь, путешествуешь дальше. И все, да. В то же время там во всяких Spider-Man, God of War начинается замес, тебе там нужно батонмешить, тебе нужно использовать всякие там приемы, все это безумно, опять же, красиво, с классным узлом, с эпичным от какого-нибудь этого Бера Грилса, как его зовут, Бера Макрири. Грилса. Да. От Бера Макрири. Эффектно, красиво, потом тебе еще и сюжет показывают, который драматичный, и цепляет, и актеры играют, и все это выглядит прекрасно. А тут у тебя Зельда, где ты подходишь к какому-то глобаксу, который говорит тебе врурп, 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 врурп. Да, и ты читаешь какие-то лишенные какого бы то ни было смысла субтитры, в которых, ну, собственно, смысл тебе подсвечен даже другим цветом, чтобы ты просто на другие слова внимания не обращал, потому что неважно абсолютно. Ты подходишь, как будто он тебя учит, как там обрабатывать руду, у тебя написано «руда, обработать». Обратись ко мне, вот красным цветом остальное можно вообще не читать, потому что зачем что-то интересного может быть, ничего там интересного быть не может. Ну, соответственно, да, в это вот игра как раз, ну, детям, в неё не надо играть, да, она развивающая, потому что что, она как и, наверное, Майнкрафт, я просто плохо представляю, что такое Майнкрафт, но надо полагать, там тоже свобода вот этого... — Волеизъявления. — Волеизъявления, да. Всякие Рублоксы, Рублоксы же набиты детьми. Там дети просто, ну, создают какие-то свои простенькие игры на базе инструментария, которые им ты даёшь, и Зельда, она примерно такая же. У тебя есть огромный простор для того, чтобы собирать себе всякие танки там, огромных, боевых, человекоподобных роботов, прочие конструкции, потом эти конструкции задействовать. В нашем детстве было, знаете что, был Тим. Помнишь Тима? — Какого Тима? — Это такая игра, где ты должен из инструментов собирать какие-то конструкции, чтобы шарик докатился туда, куда нужно, там, или типа того. — Ну, я играл во всякие Lego игры такие, Lego World. — Ну, я про компьютерные. — Прокомпьютерные. — Где тоже. — То есть, а это просто, ну, в другой уже оболочке, но примерно то же самое. То есть, по сути, по своей. Не по игровым принципам, а по сути, по своей, то же самое. Поэтому, это потрясающая игра для детей. — Абсолютно согласен. — Просто нам уже не интересно этим заниматься. Можно мы под... музыку Бэра Макрири будем с классной боёвкой камбухи проворачивать в God of War. И они вот это вот всё, они вот эти вот писки вращающиеся собирать из тысячи деталей. — Да, короче, мы предпочитаем взрослые качественные игры, а не у Зельды. Ну, типа. Ну, без негатива. Без негатива к людям, которые любят всякий отстой. Ну, я, я люблю Medal of Honor Airborne. В этом нет ничего такого. Кто-то вообще Dark Souls любит. Каждому своё. Ну, то есть, здесь, ну, здесь, ну, бывает, бывает. Все любят всякое. Мы ни в коем случае не осуждаем. — И поскольку мы взрослые уже, созревшие полностью люди, мы за последнюю неделю... — Перезревшие даже. — Перезревшие. За последнюю неделю мы сходили на два мультика и на фильм «Русалочка». Чё ещё делать взрослым джентльменам, которые себе смокинги гладят, чтобы в туалет сходить? Поиграв, оттопырив мизинчики в гаду 4 Рагнарёк, мы отправились смотреть «Марио, Русалочку» и «Спайдермен». «Русалочка» — потрясающая гендерно-нейтральная адаптация, которая уважит любую транс-персону нашего мира. Фильм абсолютно великолепный, когда ты видишь принца с его идеальной белой кожей. Респект. За кожу респект. И потом видишь его мать-королеву идеально темно-королеву, идеально чёрную просто. Ты понимаешь? — Как тот мем, когда какой-то белый чувак и белая женщина держат своего чёрного ребёнка, и собака такая смотрит. Дэйв, тебе пора начать задавать вопросы. То есть ты, когда вот это видишь, ты понимаешь «Во! Сейчас будет круто!» Ты смотришь на неё, держа вот эту вот бумажку шестью цветами из грифинов. Это явно его мать! Окей, Нат, окей! Вот есть всегда большая разница между хорошими, классными, интересными персонажами абсолютно любой расы, любой ориентации, любой принадлежности к любой из конфессий и вот этой вот попыткой в репрезентативность. Когда ты смотришь... Ну, типа, белейший, просто белейший принц и такая махрово-темнокожая королева его мать. Ты такой, блядь! Да ты запарил меня, Константин Викторович! Блин, блин, я хотел сказать, блин! Ты вообще не контролируешь свой рот, что ли? Мой рот мне не друг. Хавьер Бардем, у него, все его дочери, мне кажется, нет столько даже раз, сколько вот его дочерей, типа, мне кажется, придумывали дополнительные расы, чтобы точно каждой его дочери досталась отдельная... То есть, как они с мамой всех этих... У них же одна мама, да, у всех этих русалочек была? Да, я думаю, разные. А они же представляют собой из 7 морей, возможно, он себе в каждом из 7 морей нашел по жене. Возможно, он мусульманин, мы же не знаем тоже. Возможно, возможно, да. Многоконфессиональное кино, да, у него правда. Вот это, Ариэль, вы взяли темнокожую актрису, окей. Зачем вы делаете ей эти уродские рыжие волосы, которые ей абсолютно не подходят, которые смотрятся и народу... Стэлфбёрд сейчас был абсолютно уродские рыжие волосы. На рыжие волосы хорошо... Сейчас будет ауф, цитата. Рыжие волосы хорошо смотрятся на рыжих людях. То есть у неё же есть какой-то свой естественный... Кстати, я не согласен. На красивых рыжих людях, окей. На уродах что угодно смотрится, как на нас. Вот. Просто она смотрится вот как... Блин, выпуск семейный. Как вот женщина, работа которой предполагает привлечение мужского внимания. Это вот смотрится, реально, как какой-то фальшивый кринж. Это относится ко всему фильму, если что. Вот это вот финальная сцена. Про фальшивый и некрасивый кринж, когда в конце тритон из воды-то вылез, когда уже всё кончилось. Типа в оригинальном мультике, ну это вот царь морской величественно поднимался из воды на уровень корабля и там кивал своей дочурки и улетал обратно. Тут просто какой-то бомж в луже проснулся и голову поднял. Чё, знаешь, мне не хватало вот этого момента, когда он вынырл на такую водичку, типа... Бояру вырыгал обратно в кем. Ну и, соответственно, да, эта сцена потом продолжается, когда показывают всех этих абсолютно разноцветных русалов. Само собой, эта сцена нужна только для того, чтобы показать, что у нас русалы разноцветные. Всех там вообще национальностей, гендеров. Наверное, трансгендер какой-нибудь тоже есть среди всего этого обилия русалов. И это настолько некрасивые сцены. Фильм вообще некрасивый, он как бы делится на две части. Технически очень круто сделанный подводный мир. Ну, только в подводе там не особо ощущается, но в целом вот эти вот, особенно песни Себастьяна, когда там рыбки начинают плясать, и морские звёзды прям круто нарисованы. А когда они поднимаются на поверхность, это уровень какого-то третьесортного сериала по РЕН-ТВ. Там продолблен цветокорый фильм. Он тебе показался тёмным? Ну, нет, если честно. Я читал, что многим он показался довольно тёмным, плюс у меня, конечно же, легендарное качество Синеплекса. Я с ним знаком. Да. Трансконтинентальное качество Синеплекса, оно, видимо, тоже сказалось. Короче, половину фильма вообще нихера видно не было. Вот знаешь, я бы предпочёл, чтобы половину фильма не было слышно. Потому что, вот смотри, у тебя какое отношение к русалочке? Ты с оригиналом 89-го года знаком, не знаком? Я, конечно, знаком. В детстве весь Дисней пересмотрел. Я не помню, чтобы мне хоть что-то не понравилось. Вот в 90-е, ты, будучи малолетним... Уважаемым джентльменом. Уважаемым джентльменом. Ты не мог, как сейчас, смотреть, что ты захочешь смотреть. Ты мог смотреть только то, какие кассеты у тебя есть. Чего у тебя нету, того ты видеть не мог. У меня было две кассеты. Ну, ладно, их было больше, но чаще всего я видел две. Это Аладдин, которого я смотрел, наверное, каждые два дня. Это Русалочка, которую я смотрел, ну, наверное, типа два раза в месяц. Но я уже с детства, я их столько смотрел, что я с самого детства, я знал их наизусть. И все эти песни на английском языке я знал наизусть ещё до того, как я знал сам язык и понимал, в конечном счёте, о чём они там пели-то вообще. Потому что это были времена ещё более того, не дубляжа, а закадрового перевода Михалёва, Володарского и вот этих прочих людей, которые переводили на ходу, ну, чё они успели разобрать и сформулировать, то они озвучили. Чё они не успели разобрать, или они там отвлеклись бутерброд укусить, или чайку выпить. Ну, там перевода не было, поэтому ты порой сидишь, так это было, знаешь, где я вспомнил фильм, который мне тоже очень нравится, но который при этом является чуть ли не самым вообще провальным фильмом в истории по кассовым сборам. Это Остров Головорезов. Короче, идёт какая-то сцена. Вот этот Михалёв там, или кто-то из них вот чё-то озвучивает. И, а фильм ты знаешь про что, да? Ну, там типа, как пираты Каримского моря примерно в ту же эпоху. И вот на корабле пиратском какое-то действие, и тут внезапно звонит телефон. Звонит телефон, и персонажи без перевода говорят ближайшие пять минут. Потом этот сраный переводчик после телефонного разговора возвращается, и перевод возобновляется. Соответственно, пять минут фильма были, блядь, без... Были, блин, без перевода. Ну, прости, тут эмоции сыграли. Дети, вам послышалось, если вы что-то неправильное услышали. Вы можете подойти к маме и повторить этот звук, и спросить, что он означает. Блядь, я эти мультики знал наизусть всю свою жизнь. Сейчас, конечно же, опять же, ошибкой моей было пересмотреть «Русалочку», чтобы освежить в памяти, и после этого идти на фильм. Потому что это, как и в случае с «Охотницами за привидениями», это, блин, было ошибкой. Потому что, во-первых, что «Аладдин», что «Русалочка» — это потрясающие мультфильмы. Просто великолепные. Это бесконечно красивый, яркий, сказочный мюзикл. И тот, и другой с потрясающим саундтреком. И «Аладдин» и «Русалочка» по два «Оскара» имеют за то, что было для них написано с Пета. Там потрясающий музыкальный дизайн, когда у тебя каждая сцена имеет какую-то свою атмосферу, во многом из-за того, как музло и какое музло туда вшито. Ремейк 2023 года, ну это, знаете, это вот такая штука, которую надо было сделать. Ну, надо было. Ну, кто-нибудь сделайте. Вот, ну опять кто-то вытянул короткую спичку, и вот он на фоне оригинала, он такой никакой. Вот вообще, там ни этой сказочной яркой атмосферы нет. Там ни этих персонажей, ну, представьте, да, там же есть эта рыба, есть эта чайка, есть этот краб, которые, ну, соответственно, заанимированы были, так, чтобы, ну, они живо выглядели в кадре, чтобы они правильно мимицировали, чтобы ты мог считывать их эмоции. А потом, представьте, вот эту вот настоящую чайку, настоящую рыбину и краба немножко мультяшного, ну, вообще никак. Ну, то есть, это настолько выглядит, как-то, знаете, не по-сказочному натуралистично, что фильм очень многое теряет. Вот в этой своей атмосфере, которая у него должна быть, он теряет очень многое, он становится гораздо скучнее. И главный дизлайк... Нет, я погорячился с главным, будет много еще дизлайков. Один из главных дизлайков. Давай как у меня, у меня всегда каждый следующий главный. Да, вот все ругаются, все подстебывают, куча мемов вышла, за что большое спасибо интернету про главную героиню, про Ариэль, вот эту вот чернокожую. Но она, типа, нормальная, вполне приятная девчонка, с красивой улыбкой. Но вот самый провал вообще кастинга – это принц. Настолько какой-то просто дженерик-мужичок, который на принца вообще сроду не тянет. Вот эта черная девочка, она на роль русалочки тянет гораздо лучше, чем этот вот абсолютно невыразительный чувачок, который еще и поет песню. Я уже сказал, насколько офигенный был. Это самый крыжовый номер. Вот, смотрите, я бесконечно обожаю это лучшее, что когда-либо выходило в мультипликации, это Аладдин 92-го года. Но даже я понимаю и признаю, что в «Русалочке 89-го» саундтрек лучше. Вот он просто виртуозный абсолютно. Вот это Under the Sea, которую Краб пел, она, по-моему, чуть ли там не какой-то считается лучшей песней у Диснея за все времена, вплоть до того момента, пока не вышла «Frozen» – «Холодное сердце». Так вот, для новой русалочки написали 4 новых песни, и они все полное говно. Особенно вот этот полу-рэп, полу-хип-хоп, когда это Альбатрос там. Что это за чудовищный кошмар был? Когда эта чайка пела в исполнении этой бесячей подруги Шанчи из фильма про Шанчи. Это в целом была очень скверная сцена, потому что главная артистка, Хэй-Хэли Бейли, что ли ее зовут, она вообще не понимала, куда ей смотреть, когда нужно смотреть на вот этих компьютерных персонажей. Она либо сквозь них пырит, либо просто вообще в другую сторону. Это ну прям ужасно выглядит, ужасно смотрится. Когда действие поднимается из-под воды на берег, начинается просто какой-то третий сортный мексиканский сериал с самыми унылыми крупными планами в истории кинематографа и с самым позорным музыкальным номером в исполнении этого принца, где он что-то там крутится драматично на какой-то мостовой, на какой-то лестнице. Ты смотришь такой, блин, можно я уж пойду, как в меме. Причем мне не понравилось, как спела Холли Бейли. Ну вот это, короче, Ариэль. Потому что из нее, простите за, возможно, расовые предрассудки, но из нее лезет какой-то R&B с каким-то хип-хопом. То есть она в те моменты, когда она должна голосить, она как-то вот отрывисто произносит эти слова, как будто ждет бита сейчас. Кстати, о кастинге. Моя женская версия. Энтони Маки, человек, которого я абсолютно не перевариваю в Голливуде, это Мелисса Маккарти. И иронично, что она сыграла лучше всего в этом фильме. Она играла вот эту ведьму морскую, и она, ну, классная. Она кайфовая. Она прям в образе была. Она, кстати, озвучивала точно так же. Там прям можно сравнивать две дорожки, и там вообще почти различия не найдете с оригиналом. Но с ней они тоже зафакапили музыкальный номер, потому что его не визуализировали нормально. Ну вот, она поет что-то, что имеет смысл, но тебе вот не демонстрируют то, о чем она поет, как это было в оригинале. Вот смотрите просто. «Русалочка» — это типа не для нас Костяном фильм. Ну, просто я понимаю, что когда сидят два 30-летних лба, одному еще уже почти 40, и обсуждают... Ты задолбал мне далеко еще до 40. Твой возраст уже почти округляется до 40. Да ты, сука, почти округляешься. Я уже округлился. О чем я там говорил-то? А, ну типа, и мы сидим и критикуем тут фильм, который как бы снят для детей. И я тут сижу и какие-то завышенные требования к нему предъявляю. Это было бы так, если бы несколько лет назад не вышел фильм «Аладдин». Мы его обсуждали где-то вскользь когда-то, и я там сказал, что, ну, это хороший фильм. Сейчас я его, опять же, на фоне «Русалочки» пересмотрел, и я беру свои слова обратно, я переобуваюсь. Это не хороший фильм, это просто потрясающий фильм. Это настолько шикарный ремейк моего любимого, если что, мультика, что, ну, это вот просто, если сравнить его с «Русалочкой», и подход создателей этого фильма к тому, что они делают и как они делают, это прям небо и земля. Вот это одна и та же концепция, вы берете оскароносный популярный мультик 30-летней давности и снимаете его с живыми актерами, вот «Аладдин», опять же, при том, что там, например, более реалистичные животные, вот эти яга, этот Абу, этот фильм все равно за счет всего остального он сохраняет вот эту атмосферу живой, красивой сказки. Как там потрясающе сыграл Джина, вообще ни разу не посрамив память Робина Уильямса, Уилл Смит. Ты просто смотришь, и ты заряжаешься энергией этого человека, потому что он перся, и он отрывался на съемочной площадке как только мог. И люди, которые придумывали все эти сцены, которые забиты спецэффектами, я вообще плохо представляю, как это все снималось, и как это все потом соединялось в финальную картинку, безумно красиво, я прям эпитетов цензурных подобрать не могу, чтобы описать, какая это красотища. Тин, вруби сейчас в монтаж ту самую сцену, за которую, возможно, видос заблочат, посмотрим. Если вы смотрите это на Ютубе, и этой сцены нету, значит, видос заблочили, и мы ее вырезали. Сцена «Friend Like Me». Даже без музыки сейчас, вот вы просто смотрите, и это чудовищно красиво. Чудовищно красивый фильм, который с уважением к оригиналу снят, в котором ни одна роль не похерена, и которая остается верен этому самому оригиналу. То есть там никаких не появляется, опять же, вот этих вот черных матерей, белых принцев, которых в оригинале не было вообще. То есть она нужна, она нужна реально только для того, чтобы показать, что она другого цвета. Ну вот у нее вообще роль заключается просто в этом. Я еще что вспомнил. Ты наверняка этого не помнишь, но в оригинальном мультике вот эту вот ведьму морскую заколол тараном на корабле как раз принц. Ну ты что, мы в 2023 году живем. Принц может быть только безмозглым, тупорылым, ублюдком, ни на что не способным. Спермобаком. В ремейке тот же самый трюк провернула сама русалочка. То есть, как бы, и не было бы ничего страшного, ладно, но прикол в том, что именно потому, что принц замочил царевну, типа, Тритон поменял свое мнение о людях и об этом конкретно принце. Но здесь он не сделал ничего. Он просто один раз промазал копьем, русалочка замочила эту ведьму морскую и потом русалочка говорит Тритону, ну ты же видел, что я бы не победила ее одна, это он сражался наравне со мной, хотя он на самом деле просто в лодке валялся в отключке и всю эту сцену. Причем, по факту, единственное, что сделал этот принц, это просто на переправе бросил рейли ради новой красотки. Да, причем эта красотка если я тоже дико проорал, потому что это спекуляция такая просто на теме всего этого Блэева и прочего. Смотрите, принц без сознания на берегу приходит в чувство и видит, как такая заблюренная перед ним поет русалочка и он потом пытается ее найти. Русалочка черная. Он видел заблюренного черного человека, а потом появляется злая самозванка, которая, ну и в оригинале, очаровала его. Но тут прикол в том, что, видимо, по каким-то соображениям диснеевским инклюзивным современным, злодейка не может быть черной, поэтому здесь злодейка белая. Хотя принц все это время искал черную девушку, которая его спасла. То есть вот из таких нелепостей состоит русалочка, потому что всем было похеру, мне кажется. Вот просто вот Аладдин великолепный. Это, ну, точно по тому же принципу сделанный ремейк, просто мне кажется, что при создании Аладдина, в создании Аладдина были вовлечены люди, которые хотели сделать хороший фильм. В случае с русалочкой никто не хотел сделать хороший фильм. Нет, я не согласен. Вот те люди, которые анимировали дельфинов, которые в кадре появляются две секунды, которые потратили, наверное, недели, если не месяц своей жизни на это, я думаю, они старались и потом сходили в кино такие сука. Лучше бы над аватаром старались. Лучше бы, да. Не, ну это, видишь, технари. Это профессионалы, которые получают свои деньги за свою технарскую работу. А вот люди, которые ответственны как раз за все вот эти вот решения продюсерские, это не те люди, к сожалению, которые рисовали графику для русалочки. и что бы еще сказать там. Я жду, когда уже наконец-то Дисней нащупает пульс и вот в конце этих абсолютно бездушных ремейков типа русалочки наконец-то после титров, знаешь, начнет The Little Mermaid will return in Avengers Secret Wars. И русалочка ловит трезубец и трезубец говорит Я знал. Такое уже было во Фрегае в конце концов. Да, было. Чего во Фрегае не было, так это Человека-паука, а есть там в новом мультике. Человеке-пауке. Интересный факт, знаешь, как будет Человек-паук по-черногорски? Спайдер-мен. Блин, стоило догадаться. Ну, кстати, вот еще интересный факт, знаешь, как серия Fast and Furious тут называется. Ну, я знаю, что ты не знаешь, я не знаю, зачем в форме вопроса я это с предложения сформулировал. Быстро, чё, яростно, чё. Она называется Адские улицы. Прикинь. Адские улицы. Нет, на самом деле Fast and Furious это же такая идиома, которую ты не переведешь на другие языки. Это как Die Hard, который в каждой стране по-своему переводили. Почему? Быстро и яростно. По-моему, идеальный перевод. Потом быстро 10, они же ещё, вот этот Fast and Furious, они же каждый раз меняли формат названия. Там потом было Too Fast, Too Furious. Это что, как вот это нужно было адаптировать по-черногорски? Дважды адский, дважды улицы. Дважды яростно, да. Давай. Итак, Человек-паук, Человек-паук, паутины что-то там вселенных. Ну, нет, о чем. Что-то потухли уже под конец по второму кругу, Человек-паук, окнать. spider-man across the spider-verse вот да посмотрели мы значит иными словами в кинотеатрах вторую гвен стейси в исполнении просто потрясающе великолепно надеюсь третья часть которая spider-man но нет пути в spider-verse будет целиком и полностью посвящена ей просто все майлз моралес выработан еще в прошлой части пора менять главного героя но да майлз моралес он вот в этом трио основных действующих лиц это питер б паркер это гвен стейси это майлз моралес майлз моралес самый унылый ну так так случилось я думаю это наследие комиксов я думаю очень важно уточнить когда ты сказал питер б паркер ты нет нет это его имя жирного питера паркера зовут питер б паркер если чё я это знаю потому что я пересмотрел первый мультик после того как вернулся из кино и кстати очередной кстати в топ я же его опять же синеплекс вот это вот международное качество кинотеатральных залов о котором уже упомянул константин викторович я что же смотрел все не плексе и знаешь вот этот момент когда перед сеансом тебе показывают трейлеры и работает только часть каналов аудио то есть там такое все тихое не трехмерное а потом включается полноценный трехмерный хороший громкий звук так так вот он не наступил в кинотеатре такое ощущение что только половина каналов работала весь фильм вот так вот блин денис ходил в кинотеатр ненавижу блин кинотеатры еще раз передаем привет квентину тарантино который считает что все фильмы должны выходить всегда в первую очередь кино сука квентин ждем тебя в черногории и в ларнаке в местных кинотеатрах тебе хорошо там кино смотреть в крупнейшем кинотеатре лос-анджелеса ты не забывай что существует синий плитка каждый второй раз че-то не поработать кинотеатре то проектор до форсажа глохнет каждые две минуты то вот у меня создавалось впечатление когда я смотрел этот фильм что это по заветам игровой индустрии фильм в раннем доступе потому что вот первый spider-man от начала до конца безумно красивый любая сцена любой кадр безумно красиво нарисовано тут порой даже не дорисовано до конца вот это одна из финальных сцен где гвен стейс со своим отцом говорит она говорит на фоне просто эскиза в комнате черновых просто наброска в карандашом да и возможно в день в интервью скажут создатели фильма что это специально чтобы там подчеркнуть какой-нибудь эмоциональный настрой показать что где-то это в параллельной вселенной даже если они это произнесут я скажу я вам не верю вы просто не успели дорисовать я уверен на нетфликсе через полгода выйдет spider-man а там эти кадры будут дорисованы уже так ощущение что они просто времени не подрасчитали а ну дата премьера уже запланирована ну выпускаем чё есть потом выйдет патч 1.1 и все станет хорошо ребята концовка просто что это было почему шикарная уже позор как десятом форсаже просто на полпути фильм обрывают и такой джейсон маму а зачем ты делаешь это второй раз со мной что ну как зачем почему не как какие классные сцены зато вот последние несколько вот эти сцены да когда авторы не могут решить ну как даже уже вот паузу поставить на это не на следующей сцене не ну вот сейчас еще одну сцену давай вот здесь точно как делаем где я именно так это и смотрел просто я уже до похода в кино я знал что фильм кончается какого-то черта на клиффхенгере и я сидел когда последние сцены смотрел такой вот на этой сцене он закончится следующая начинается вот на этой сцене заказит а так я сцен 5 провел на петто потому что они нет нет они просто все эмоционально насыщены каждая из них она впечатляет настолько что на ней можно закончить фильм вот это ты чё потрясающе абсолютно сайлент хилл когда начался помнишь когда тебе две комнаты в двух параллельных вселенных показывали там еще музяка пеймбертона какая классная была я сидел меня аж в кресло вдавливала насколько атмосферно это круто я я ж не спорю просто ну маленько по-скотски вот так обрывать фильм ну как бы то есть парсаж ты его смотришь ты ожидаешь что он с тобой обойдется по-скотски потому что скотский отвратительный фильм а здесь все-таки синему как сказал мартин скорсеза в сцене после титров человека паука спайдермен он как например и братство кольца он настолько насыщен событиями и эмоциями что ну их хватает для того чтобы ты по прошествии двух часов когда он кончится клиффхенгером ты не выходил из кинотеатра разочарованным ты получил свою дозу эндорфинов однозначно да я я ты как-то так внезапно оборвался что я немного не человек паук очень крутой мультик вторая часть очень эмоциональный написан людьми которым не наплевать на материал с которыми с которым они имеют дело в отличие от тех кто работал над русалочкой поэтому прям прекрасные эмоциональные горки как я весело то гру так я не могу отпустить русалочку в оригинальном мультике до собственно по сюжету что происходит на середине фильма русалочка теряет голос и с тех пор она не произносит ни слова и ну просто за счет того что аниматоры там в далеком 2000 в далеком 1989 году они так классно заанимировали и мимика какая у нее выразительная вот это опять же ну просто вот это те нюансы которых лишён ремейк где она просто ходит улыбиться вот они настолько видимо не смогли от актрисы добиться того чтобы она продемонстрировала что у нее в душе происходит даже когда она теряет голос она поет фильме русалочка вот они не могли не добавить песню который текст который это просто описание того что она чувствует когда она вот с принцем катится на колеснице но какого черта ребята это кино у вас столько из вы можете столько разных языков повествований использовать но нет вы написали еще одну сраную песню дебильную абсолютно кстати опять же владение в ремейке было всего одна новая композиция и она была потрясающая она очень эмоционально спета вот этой вот жасмин и как она снята когда это был такой длинный лонгшот со спецэффектиками где она шла и прямо орала эту песню вот с надрывом ты тебе показывали лицо крупным планом ты видишь как у нее прям слезы наворачиваются как это было шикарно и как они написали 4 абсолютно невыразительные новые песни для русалочки у меня горит у меня чутка горит и так спайдермен вау да возвращаемся к человеку пауку спайдермен примечателен тем что в нем каждая сцена но в отличие там от первой части почти каждая сцена здесь это красиво нарисовано на нее просто чисто визуально приятно смотреть во-вторых каждая из этих сцен она либо интересная либо нужная для сюжета либо что чаще всего уморительная потому что диалоги классные вот майлос моралес он на фоне других представителей вот этой спайдерменской братья он самый унылый но его там например постоянные перепалки и взаимоотношения с родителями классные еще на самом деле мне становилось скучно когда нам показывали вот эту тысячу и одну вариацию спайдерменов из разных вселенных но это просто такое месиво страшно ну вот это мультивселенское говно опять очередное когда у тебя столько всего непонятного на тебя вываливают и ты просто не можешь за всем этим следить когда начинается экшен с этими спайдерменами там такое страшное месиво происходит ой 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 уважение людям которые хореографию всю эту условную продумывали придумывать да не продумывали а придумывали там вот этот же антагонист самый главный это чувак который порталы из портал кастует не прекращая и у него там отовсюду куда угодно влетают и не пойми откуда вылетают персонажи он там через эти порталы сам себе подсрачники дает все это очень быстро происходит но за этим просто к сожалению невозможно следить вообще и увидеть ну по крайней мере у меня просто глаза не успевали с такой скоростью по экрану в кинотеатре бегать чтобы понять что происходит ты понимаешь просто общую концепцию что да сейчас какой-то веселый махач на экране как конкретно следить за движениями персонажей вот прям не выходит абсолютно мне кажется переборщили они просто с хаотичностью в кадре до плюс особенно примечательно что каждая последующая сцена она идет за предыдущий что 12 минут геймплея спайдермен 2 были опубликованы на канале playstation офигительно выглядит просто как он чарта красоты неимоверный потрясаю окончательно такая шутка уже была в какой-то нарезке мы по второму кругу заходим не просто поймите правильно ну спайдермен как раз за спайдерверс это вот типичный хороший фильм о котором ты много не расскажешь потому что вы типа оон потрясный там не к чему придраться он веселый он красивый он динамичный он остроумный да типа чё про него рассказывает эту вот про русалочку можно было 20 минут наговорить а тут то чё вообще обсуждать просто вы ездите в кино офигенно если есть возможность посмотрите в кино если нет ждите когда появится в сети со скидкой 100 процентов по карте мир да когда там спайдермен то уже выходит с клёвой боёвкой он выходит в сентябре 13 по моему сентября и я чё хочу сказать нет костюма спайдермен из mcu за предзаказ я честно я я я не представляю как я буду во первых покупать это это как я буду в это играть без костюма из mcu кстати костюм из marvel's spider-man этот собник был в spider-версе в дом я думаю что он не просто костюм был там целый целая модель к его было и там наверное и на озвучку этой одной реплики позвали юрия лавенталь а ты не проверял я не проверял но скорее все я абсолютно уверен что да ну да потому что как раз в такие мелочи они вложились в across the spider-verse поэтому я бы не удивился вообще потрясающе опять же контраст смотри то что делает вот это вот sony animation studios или как это называется и вот это что высирает sony pictures у нас же еще впереди фильм creven охотник даже да у нас же впереди же аниме аниме раз в полгода смотри веном 3 веном тоже аниме еще через полгода с морбиусом 2 по моему там не заладилось да ты чё будет еще смотри как его что-то мадам паутина какая-то и самая-самая ожидаемая мной картина называется по моему эль муэрта или как-то так про какого-то 4 3 3 3 сортного врага спайдермена рестлер чудовищно абсолютно и все это вот это вот sony делает да выдавливает соки и все это да вот и из одного фарша из снятых еще 15 лет назад футажей сан-франциско все это будет нарублено пока вот да все спасибо большое еще раз всем сотовыпуск только благодаря вам давайте ручки там пожмем виртуально мог-чмок бог молодцы красавцы было супер ребята вы очень вас мы уважаем любим без вас если ты тянешь хрон до часа то вы уже перешли этот мир не я не тяну я души вот без без вас не было бы вас и нас и в ином случае было бы что-то иное другими словами мне кажется кости изображает человека который продюсировал рыба и крусалочки и поиграл в общем давайте там это не кашляйте самое главное подписывайтесь на нас везде распространяйте наш подкаст среди жильцов вашего жека среди жильцов ваших соседей по палате давайте там все пока пока